Владимир Цезаревич, давайте начнем с того, каким образом вы двигались к тренерской работе. Какая история вся происходила с вашей точки зрения? Я никогда не мечтал быть тренером. Все произошло чисто случайно, по жизни, по судьбе, как, впрочем, наверно, у каждого практически человека это бывает. Я работал в органах внутренних дел, был старшим инспектором. Как туда попал? Попал туда я по справедливости. Я работал в Серовском автотранспортном предприятии. После армии, да, уже? Да, после армии служил армией на Дальнем Востоке два с половиной года. И, придя с армии, устроился в автотранспортное предприятие водителя. И так получилось, что я перевыполнил план. Причем план перевыполнил не на сто процентов, а на четыреста с лишним. Это как? Ну, это отдельная история. О ней вы можете узнать в моей книге в углу. Рассказывай. Давай, давай, все рассказывай. Так. Водитель уходил в отпуск. И мне дали машину этого водителя, чтобы я заменил... ГАЗ-53. Да, ГАЗ-53 с будкой, которая возила пиво. Настоящее, бочковое, из города Карпинска. То есть, из соседнего города, который находился от нас в шестидесяти километрах. Ну, а так как машина была очень старая, я не надеялся, что я на ней доезжу. Я за ночь, ну как это положено армейцу, я за ночь снял головку, свозил ее на механический завод, шлифанул чуть-чуть, то есть уменьшил камеру сжатия. Вы понимаете, да? Все изучали физику. Уменьшив камеру сжатия, увеличил мощность этого двигателя. Конечно, он был не рассчитан на эту мощность, он должен был стукануть. Но механик мне сказал, служи вы, если машина застучит, я тебя ругать не буду. Ну и все. Ну, сейчас у нас механизированный мир, даже женщины, все все понимаете. После этого я на газоне мог трогаться с места даже с третьей передачи. Ну и все делали по два рейса в этот город. Ты как шумахер, да, там гонял? А я делал по два, и даже иногда удавалось сделать три рейса. То есть я привозил большой запас пива. Ну а в то время пива всегда не хватало. Поэтому я был герой. Герой был? Герой, да. И вот как герою меня пригласили в Портком тогда. И Порторг предприятия сказал, что ты у нас такой, замечательный, хороший производственник. Вот пришла путевка в органы внутренних дел, и мы выбрали тебя. Подробности еще раз повторяю в книге. Угу. Ну я на вивны, значит, задохнулся от гордости, что мне такая честь. Пришел домой, родители сказали, это твой выбор, решай сам. Ты взрослый, ты отслужил армией. И я решил пойти, я решил, что это продолжение моей карьеры. Жизненного пути. Или быть водителем, или уже начинается какая-то другая история. Ну и все, я пришел работать в органы внутренних дел. А на самом-то деле от меня просто избавились. Для того, чтобы не повышать нормативы оплаты труда. Раз я выполняю такой план, значит нормативы повышаются, оплата, естественно, снижается. Зачем я такой нужен? То есть от меня очень технично избавились. В органах внутренних дел у меня тоже все получалось. И получалось так, что я совершил ряд задержаний опасных и особо опасных преступников. До сих пор не знаю, в чем тут разница. Меня повысили в должности, дали мне офицерское звание. Назначили старшим инспектором дорожного обзора. И вот за три с половиной года у меня не было ни одного, ни одного нераскрытого преступления. А дорожные преступления считаются самыми сложными. И все бы хорошо, но попались мне люди, которые работали в автосервисе. А что такое автосервис был в советское время, когда еще только автомобили ВАЗ стали поступать к нам в страну? Это были люди... Блатные люди, да? Да, это были неприкасаемые люди, тем более это место занял зять председателя нашего горисполкома. Или мэр сейчас по-современному. А я его задержал. Сначала я его задержал. Это не транспортная милиция была у тебя? Нет, это был дорожный надзор. Дорожный надзор, да? А потом, значит, был такой случай, рядовой, казалось бы. Перевернулась машина, я выехал на это дорожное происшествие. Мужичок, значит, остался жив, все в порядке. Сделал осмотр этого места происшествия. Ну и чисто формально переписывал, значит, эти номера кузова, шасси, коробки. И заметил, что номера коробки не совпадают с документами. Ну и я спросил, значит, почему у вас не совпадают номера? Водитель ответил, что он делал ремонт. Я говорю, где справка, счет. Справку, счет он мне не смог предоставить. В общем, в конце концов, там... Машина заработала. ...поряд мероприятий, да. И он признался, что эту коробку он приобрел в сервисе нелегальным путем. А за этот нелегальный путь тогда была расстрельная статья. Это называлось махинацией. Особо крупных. Особо крупных разбивок. То есть, вплоть до расстрела. Ну и все. Тут машина заработилась. И так получилось, что было еще одно задержание. Через некоторое время меня вызвали в прокуратуру. И сказали, что я нарушил статью 171-ю. Часть 2-я. Это превышение власти, связанное с применением власти. Действительно, мы задерживали машину с моим напарником. Причем, задерживали ее на территории этого же автосервиса. Был откровенный наговор, что мы при задержании их избили. Хотя у них все основания были так говорить перед этим. Несколько раз ее задерживали. С одним словом, меня технично убрали. И оттуда убрали еще? И оттуда убрали. Дали два года лишения свободы. Ввиду того, что это был хороший условно. После этого начался парадокс нашего времени. Пригласили меня на работу в городской отдел народного образования. Так как я успешно занимался боксом. А Горно открыла детскую спортивную школу. Раз и две нет бокса. Ну и вот я пошел туда тренером. Пошел туда тренером со всеми вдекающими после этого последствия. И? Начал заниматься тренерской работой. Начал заниматься тренером. Зал был уже в это время в Серове? Или делал как обычно все? Детская спортивная школа располагалась в помещении бывшей котельной. Но была достаточно уютная, теплая. Дети ее любили. В стратегическом отношении она находилась в удачном месте. В центре города. Восемь школ вокруг. Можно было приехать туда на автобусе. Если ребята кто-то с окраиной. Кроме бокса еще был баскетбол. А в 1985 году. Это в одном зале было или раздельно? Все в одном зале. В одном зале. Все в одном зале. Поправь там эту. Зафиксируй крышку. Она болтается. Блякает. Зал был хорош тем, что всегда от бокса можно было перейти к игровым видам спорта. Это очень важно в подготовке маленьких спортсменов. Потому что дети прежде всего любят играть. Немножко. Чуть-чуть бокса. Для координации. А остальное время игра. Игра. И еще раз игра. Поэтому текучести практически не было. Ринга у меня тоже не было. Мы ходили в другое оповещение, где был ринг. То есть была еще одна секция, да? У нас было много секций. Вообще бокс в городе Серове был всегда разным. У нас очень хорошая школа, хорошие тренеры. Мой тренер замечательный, Григорий Александрович Запаров, который меня тренировал. Я никогда не выигрывал в городе. Потому что в каждой профессии было по 5-6 мастеров спорта. Но я выигрывал область. Я был призером российских соревнований. То есть невеликий. Что дальше? Заниматься. Тренинской работой. За 12 рублей в конским волосах. Да. Очень долго не было перчаток. Сумасшедшие деньги. Тем не менее, заниматься пришлось. И я начал давать нашу науку на голых кулаках. Кстати, вот эта группа у меня была самая техничная. И потом только через 8 месяцев появились перчатки. Мы их отделили. Но ребята уже этих перчаток не боялись. И были... То есть на голых кулаках, да? Была изумительная защита у них. Не боялись просто уже ничего. Да. У меня с этой группы вышло 2 чемпиона страны. Это какой год рождения был? Это год рождения был у ребят 1965-1966. Уже были 2 чемпиона страны? Да. Еще несколько. Советского Союза вы имеете в виду? Россия. Или Россия? Да. Еще было несколько призеров России, других возрастков. Практически вся старшая группа были чемпионами области. А область у нас выиграть очень сложно. Потому что у нас в Шердловской области... Это Свердловская, да? Он привел папа. Борис, да. Борис Тимофеевич. Ага. 9 лет. Костя был маленький, узатенький, жопастенький. Так, впрочем, он и оставался таким долгое время. Вот. Я всегда говорил, что в таланты я не верю. Я верю в творчество тренера и трудолюбие ученика. Вот. Уж насчет трудолюбия ему не откажешь. За всю свою биографию с 9 до 21 года он не пропустил ни одной тренировки. Ну, разве что там по причине какого-то заболевания. А первая встреча, первое впечатление от него? Это не зафиксировалось сильно. Очень такие... Он маленький, хорошенький, как соболенок. Глазки блестят, губки бантиком. Просто очередной пацан, который захотел заниматься спортом. Да, очередной пацан. Ну, папа его привел ко мне, потому что я уже как тренер сформировался. В это время у меня уже были результаты. Самые лучшие в городе. И папа его привел. Причем ребята у меня были очень техничные. Я всегда обращал внимание на форму. А формы тогда не было. Сейчас это экипировка называется. А тогда была форма. Отшивали сами, в общем. Да. Трусы шила моя мама для моих ребят. Майки я покупал. Из сатина, да, наверное? Да. Майки я покупал им в магазине. Белые. После этого красил их в химчистке. И посередине лепил герб. Давай, что там дальше было с Константином? Как он дальше все развивалось? То есть, когда начали обращать на него внимание? На него сложно было не обратить внимание. Он стал выигрывать. Ну, я не знаю. Рассказывать одно, другое дело. Действительно, сейчас это все написано в книге. Ну, книгу люди не читали? Ну, наверное, первый раз его характер. Я понял, что человек характерный очень. Когда приехал в город Нижний Тагил на первенство области. Перед первым боем мы пошли с ним прогуляться. А, было первенство в области с выходом на Россию. То есть, надо было завоевать путевку на первенство Российской Федерации. Ну и вот. По пацанам, по младшим, да? Да. И мы с ним пошли по магазинам. И он увидел в витрине компот. Яблочный компот за 45 копеек. Я куплю. Да, конечно, купи, Костя. Он взял три банки. Мы с ним пришли в номер. Я даже и подумать не мог. Смотрю, он эту банку открывает. Я говорю, Костя, тебе через час выходить на ринг. Ну, я съем немножко. Ну, съешь. А взвешивание были один раз тогда, да, наверное, по детям? Да. Они были уже взвешены. Угу. Ну, съешь, Костенька. Он съел одно яблочко, второе. Незаметно съел всю банку. Я молчу. Он смотрел, смотрел на вторую банку и решительно ее открыл. Открыл вторую банку. Мне стало интересно, неужели он будет есть. Тем более, более, буквально, вот перед этими соревнованиями я им рассказывал о питьевом режиме. Что перед выходом на ринг не нужно пить и тем более, конечно, кушать. Время остается уже меньше часа до выхода на ринг. А он, значит, понужает эту вторую банку компота. Съел. Съел. Правда, один раз робко предложил мне, с надеждой, что я откажусь. Владимир Цезаревич, будете? Ну, ладно тогда. Я не успел сказать нет. В общем, он эту банку докончил. Ну, и вышел на бой. Ну, до этого у него было уже там боев 50, наверное. Он себя довольно-таки зарекомендовал как техничный боец. Он не проиграл ни одного боя. И мальчик тагильский ему попался как раз местный. Откровенно его побаивался. И из уважения он стоял этот мальчик и не бил. Но и Костя не бил. А что ему бить-то? Он сытый. Тут же две банки компота. Первый раунд они простояли. Вышли на второй раунд. Второй раунд. Та же самая картина. Когда он пришел со второго раунда, я ему говорю, Костя, такие фотографии получаются отличные. Потому что вы не двигаетесь, стоите статично. Статично. Ага. Стоите статично. И начинается третий раунд. Я ничего ему не стал говорить. Мне это было все ясно. Потому что вся жидкость ушла в ноги. И ноги просто не идут. Вот не идут и все. Он меня не бьет. И я тебя не буду. Ага. И вот начинается третий раунд. И я не выдерживаю. Отхожу от ринга. И кричу ему. Что? Третьей банки компота не хватило? Его как подменили. И все. Он закончил бой с явным преимуществом. Пошел вперед. И вот после этого это не смех. Человек, который преодолел две банки компота, может преодолеть многое. А банки трехлитровые были? Нет. 0,5. 45 копеек стоила эта баночка. Ага. Ну а после этого он попал на первенство России. Это тоже отдельная история. Дошел до финала и в финале встретился с местным. Первенство России было в Тольятти. Спартакеада школьников. Это 80 какой год? Четвертый? Третий? Это 85-й год. 85-й уже, да? 85-й год и в финале он встречается с местным мальчишкой, который к тому времени был уже победителем Советского Союза. Мальчишка такой местный, с хорошей поддержкой. Мало того, значит, он победитель Советского Союза. И, конечно, было сложно. Надо было выигрывать так, чтобы в этом никто не сомневался. Мы были готовы хорошо, но и парень хороший. В общем, победу не отдали. И... Не выиграл. К тому, я не сказал еще, и к тому же он был высокий. Причем очень высокий. И вот Костя не может к нему подступиться. А как фамилия была? Не помню сейчас. Ага. Не суть. Не может к нему подступиться первый раунд, не может подступиться второй раунд. А того это устраивало. Потому что, значит, такая картинка невыразительная. Вроде так, он немножко выигрывает. Ну, понятно. Я, если объективно, как тренер скажу. Чуть-чуть он выигрывал где-то по корпусу. Но в таких боях победу отдают местному. И правильно делают. И правильно. И правильно. Да. Не может он к нему подступиться. А буквально за две недели до этого мы с ним разучивали удар левой со скачка в голову. И вот тут я ему говорю. Костя, ну-ка давай со скачка. Это уже третий раунд. Он устал. И тут наш Костя скакнул. Как дал со скачка. Мы этот удар с вами будем сегодня разучивать. И попал очень чисто. Попал. Парень, значит, загулял. Руки поднял. Корпус открылся. Костя в корпус. Парень руки на корпус. Костя опять со скачка в голову. Раза три он вот так вот прыганул. И все удары там. Во-первых, удар в этом возрасте он был очень неожиданный. Удар это был еще из той старой школы. Не все его знали. Поэтому парень, значит, уже все растерялся. Поплыл. И вердикт судьи был одиногласный. Победитель спартакиады школьников России. То есть бой остановили просто, да? Нет. Не было Магдавана. Ну, по очкам. Ну, по очкам выявил. И после этого, значит, у него вот началась его такая спортивная биография уже победная. Он, значит, в составе уже сборной команды Свердловской области выехал на первенство СССР. По старшим юношам уже, да? Да, уже это был 1986 год. Стал серебряным призером. То есть загремел уже, да? Да. Стал серебряным призером первенства СССР. Ага. Ну и все. И тут ряд международных турниров. И я до сих пор этого не очень понимаю. И вот 15-летнего тогда сборная команды СССР повезла на международный турнир в Чехословакию. Где тогда еще уже боксировал Теофила Стивенс. Ага. То есть он пацан 15 лет попадает на этот турнир. Но это не сразу произошло. Поэтому нам удалось подготовиться. Я просто... И что произошло там дальше? Просто взял несколько мужиков наших местных. Достаточно хороших. И поставил с ним в пару. И сказал, Костя, твоя задача главная. Убежать. Избежать ударов. Пока этого достаточно. Такого по старшим уже по мужикам драться, что ли? 15 лет. Да. 15 лет он со сборной команды СССР выехал в Чехословакию. Ну думаю, все-таки его удалось подготовить. Прежде всего психологически. И тренера они с тобой не взяли, то есть? Меня не взяли, да. Я ему сказал, Костя, меня не волнует твои победы. Твоя задача главная остаться целым. Ага. Отвечай. 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 Отвечай.